Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире программа «Музыкальная кухня». С вами я, Алла Чепикова, композитор, автор-исполнитель. И сегодня у нас в гостях легендарная личность в музыкальном мире. Это продюсер, автор-исполнитель, певец-музыкант Сергей Брикса. Здравствуйте, Сергей. Аллочка, добрый день. Ты так сказала, испугала легендарный. Ну почему нет? Но с какого года твоя музыкальная карьера? Наверное, с 80-го. Ну, вообще музыкальная карьера с 80-х, да. Но знаешь, как некоторые люди делят. Пока не верующий был, а потом верующий. То есть, как бы, я так не считаю, потому что... Я знаю, что Господь меня избрал еще, когда был в утробе матери. И поэтому я так думаю. Ну, конечно, я считаю, вот как ты сказала. А что я забыла, когда я тебя представляла? Нет, нет, нет. Нет, ты не забыла. Ну, просто так вот, ну, легендарно. Ну, так, знаешь, ну, может быть, так, знаешь. Ну, знаешь, как говорят, нехай так будет. Нехай будет. Нехай так будет. Нет, ну, на самом деле, ты продюсер, ты музыкант, ты автор-исполнитель, ты автор песен. В большей мере сейчас продюсер. А, певец. Да, автор-исполнитель, певец. Вот скажи, кто ты, кем ты себя чувствуешь? Смотри, я, конечно, люблю себя, Аллочка, называть просто музыкант. Ну, мультиинструменталист, это как можно, если так, внедриться в эту тему, как бы, играя. Ну, мой первый инструмент, это ударные инструменты, потом гитары, пошли там клавиши. Ну, вообще, если обобщить, мне кажется, музыкант. Скажи, а почему ты, ты вообще профессиональный барабанщик, ты начинал с барабанщика, и ты играл в группе, как барабанщик, ни одной, ни в одном месте, и потом... Ну, это мой был первый инструмент, знаешь. Да, ты профессиональный барабанщик, почему перепрыгнул на гитаре? Ну, знаешь, а перепрыгнул почему, скажу, Алла, я в 16 лет написал первую песню, и еще я взял, были журналы «Юность», и там в конце всегда стихи были. Я открыл этот, там, пустынный пляж, давно окончился сезон, я там, помню, меня в подъезде научили два-три аккорда брать, я там, крокодильчик, лесенка, знаешь, я раз-раз, ну, первую песню сочинил. Петь я не хотел. Я очень стеснительный, застенчивый человек. Это сейчас, вот, как бы, не знаю, но, наверное, оно как-то во мне раскрутило, что я так, ааа, могу и на сцене. Я раньше два слова, я боялся, прятался как-то, и вообще, вот этой славы, когда вот на людях где-то краснел всегда. Ну, как-то я вот, я вот такой человек, вот, как я сам себя знаю. Хотя некоторые люди могут, кто знает меня, сказать, о, не, Брикса, какой же он скромный, он же такой, ааа. Много энергии в тебе такой, заводящий других, а вот это был момент, когда у тебя пришло понимание, почему ты хочешь с барабана перейти на гитару, но ты профессиональный гитарист тоже. Да, тут, как бы, не то, что я перешел, я, в принципе, и барабанами занимаюсь сегодня, может быть, в другой мере, больше уже диджитал программирую там, знаешь, где-то как бы. Но перешел я, наверное, потому что стал писать музыку, и я не хотел петь. Вот я вначале тебе сказал, но никого не найдя, думаю, ладно, буду петь сам. Чтобы пели твои песни? Да, и пошло, и поехало, и, знаешь, как бы, и потом группа уже, когда ушел Сверасов, уже группу сколотил свою, уже я был лидером, я пел, уже барабанщик у меня другой играл, а я уже стоял с микрофоном и понты колотил, дергал. Ты понимал на тот момент, что ты крутой гитарист, крутой барабанщик, и вот ты себя реализовываешь в тот момент, понимал ты это? Ну, нет, наверное. Ты знаешь, меня больше устраивали мои вкусовые качества. Знаешь, почему? Потому что они были не такие, как у других людей. Вот всегда мне нравилась какая-то группа, кто-то послушает, а ему не нравится, я думаю, классно. Или там девочка, мне нравится, а кому-то не нравится. Я говорю, о, классно. Ну, я про что говорю? Наверное, я больше, наверное, удовлетворялся, потому что вокруг меня... Окей, а, скажу, что я, когда был молодой, или, допустим, с детства, мне посчастливилось, я всегда работал и общался с крутыми музыкантами. Вот это дало мне толчок, наверное, скорее всего, то, что вокруг меня, то есть, как бы, я вокруг их, был, как бы, я такой малой, и все говорят, эй, малой белобрысый, я такой белый, кучерявый. Сейчас тоже, конечно, одна шляпа. Они тебя мотивировали на что-то, да? Да, и были хорошие вокруг меня люди, именно с музыкальной точки зрения уровня. И ты знаешь, музыкальный вкус, это, я думаю, находится не на... Ты знаешь, вот ты интересный вопрос задала, вот что действительно характеризовало. Наверное, какие-то вкусовые качества, потому что вокруг очень много музыкантов и хороших музыкантов, которые могут играть. Но вкус у всех разный. В принципе, одну и ту же гамму может сыграть человек, гамму, но вот... А вкус, это немножко что-то другое. Это вот, наверное, выбор цвета, выбор какого-то такого решения там, ну, не знаю. А что ты делал тогда и что ты делаешь сейчас, чтобы оставаться вот в музыкальном тренде? Для многих ты тогда был в тренде. То есть ты тогда был... Не сказать, что может быть эталоном, потому что у каждого свой эталон, но тогда у тебя была современная музыка. И сейчас у тебя современная музыка. Есть много примеров, которые, наверное, не соответствуют тому, что тогда они были несовременны, в другое время несовременны. Что ты делаешь для того, чтобы всегда в тренде оставаться современной музыкой? Алла, спасибо, что ты говоришь, что в тренде. Ты знаешь, мне кажется, что сегодня такое время, что трудно оставаться в тренде, потому что молодежь уже так скаканула, музыка пошла. Допустим, мы начинаем в 90-е, а тогда вот там Брикса, Новый Иерусалим, Дмитрий Даукшидт, вот белорусская эта вот тусовка, которая покаялась, пришли к Богу, да? Ну, группа спасения, там еще какие-то певцы были. Вот сейчас уже потом уже Нутеки появилась вот группа, они уже так чуть, ну, не чуть, но так намного помоложе. Но ты знаешь, как-то вот все равно, сейчас музыка другая. Я вот слежу, мой сын уже другую музыку слушает. Дети вот наши, они уже там другие вкусы, у них как бы... Хотя оно сейчас все так по кругу, как циркуль идет. Некоторые группы молодые слушаешь, английские сегодня, а они играют то, что играли 20 лет, 25 назад. Ну, ты об этом и говорю. Вот именно, что сейчас так все перевернуло, что я еще помню, о, это что за группа? Он говорит, папа, это молодая группа. Говорю, как? Так они играют так, как вот играли там Джонни Хэй Джаз или Дюрен Дюрен, какая-то группа, или Депеш Мод, ну, взять любую группу. Они играют так же, потому что все как бы... Эта мода, она как бы крутится по кругу, понимаешь? В принципе, для меня сегодня очень, что меня касается, это красивая мелодия и красивая. Аранжировка, это как, ну, может быть, вот как мода меняется, что сейчас вот... Сейчас, ну, в основном все там... Раньше, вот, допустим, аналоговый пульт, там, никаких автотюнов. Пришел, спел, как спел, так и спел. Сейчас это вся уже электроника, вся вот это новшество, вот это вот диджитал, все это вот, все, что... Сейчас как космос. А нужно ли вообще гнаться за переменами стиля, или нужно как-то оставаться в твоем стиле, который ты выбрал, ну, для музыканта? И как ты в этом себя чувствуешь? Стараешься ли ты? Ну, ты знаешь, Алла, интересный момент, что сложно иногда выбрать. Потому что, если, допустим, я беру себя, да, я человек такой очень широкий в этом. То есть мне нравится фолк-мюзик, кантри чуть-чуть, мне нравится паб-мюзик, мне нравится чуть-чуть рок, потяжелее чуть-чуть, потом нравится дэнс какой-то, фанк. И ты понимаешь, иногда я сижу и не понимаю, в каком стиле играть. Но здесь в зависимости от песни. В зависимости от песни, если ты написал там какую-то песню «Любите друг друга», медленная песня, ну что там, ну давай, ну какой набор, ну джентльменский набор, пиано. Давай пиано, сейчас модно пиано, сейчас везде... Поэтому ты написал свои последние пиановые композиции? Ну вот, наверное, да, я вот эти вот пиано, у меня сильно все... Хотя я, знаешь, я же там не какой-то пианистом какой-то, хотя, ну оно больше у меня, Аллочка, наверное, получилось больше как медитейшн. Это не то, что показать, как я там аккорды... Я не умею даже так играть. Легкая фоновая музыка. Ну вот именно вот это такое, да, такое, раз, о, попал, попал, поставил, там я же по черным играю в основном, а не по белым. Серьезно? Да, никто не знает, думает, что я крутой музыкант. Так это ты вообще крутой музыкант. На самом деле, дорогие друзья, я вообще не музыкант. Я так попал по черным, играю по черным там. Но я знаю, что ты так же, как и ты, по нотам не играешь. Так же, как и я не играешь по нотам. Я так же, как и ты, не играешь. Я нот не знаю. Обозначения я знаю на гитаре, там, ля мажор, допустим, это, эй, до мажор, си, вот эти обозначения я знаю. Но я же знаю, Алла, что такое ноты? Как многие говорят, я ноты знаю. Я говорю, что? Ты ноты знаешь, да? Я так достаю где-то резко. На, играй с листа. А он такой... Подожди, ты ноты не знаешь. Ты просто знаешь обозначение. Ноты, с нот играть, это великое дело. Это только в оркестр могут взять, допустим, ноты. Но ты же понимаешь, о чем я говорю. Какое твое отношение к критике? Насколько ты относишься болезненно, неболезненно? И вообще, как она влияет на твое творчество? Ты знаешь, 50 на 50. Это в зависимости, в каком я, голодный я или я сытый. Критика это классно, это классно. Я вот других людей учу, чтобы вот это было. Думаешь ли ты, что критика двигатель прогресса? Сто процентов. Ты не можешь просто, это эгоист, хотя я эгоист где-то. Я хочу, чтобы мне больше всего нравилось. Вот, допустим, я сейчас записываю песни, новый альбом. Я хочу, чтобы мне нравилось. Если будет нравиться мне, будет нравиться Богу. Потому что людям всем не угодишь. Пришел один дядя, говорит, ты такую песню не играй, ты этот звук убери, и всем что-то не нравится, или наоборот. Я подумал, ну критика классно, критика это очень хорошо. Потому что она тебя формулирует, как-то держит. Ты можешь так подумать, что ты делаешь. Допустим, вот у меня брат родной Андрей, у меня на 7 лет младше. Мы сейчас с ним пытаемся, он мне очень сильно помогает. Вот вчера мы были, мы работали над одной песней. И вот казалось, ну сейчас задушу тебя, просто убью, уйди от меня. Я тебе сейчас просто, да я тебя сейчас. А потом так успокоился. А потом результат слушаем. О, так это же братишка придумал. И это братишка придумал. А вообще-то это ничего, да. А вообще-то ничего. Ну а скажи, как вообще менялось за... Если взять отрезки по десятилетиям... Чай он горячий, да. Да, у нас здесь есть чай. Юра, спасибо за чай. Если взять отрезки твоего творчества по десятилетиям, ну скажем, с 80-х годов, как ты можешь охарактеризовать, что менялось и как менялось? Есть вот какие-то интересные моменты яркие? Ну, ты знаешь, Алла, чем дальше ты пишешь песни, и вот альбом за альбомом выходит, да, тем больше ты в тупике. У меня иногда такие были страшные мысли, что, наверное, самые лучшие песни свои я уже давно написал. Я боль твою возьму. Мне кажется, у каждого музыканта такие моменты есть. Я буду славить, да. И тем больше песен куча в голове. А ты не знаешь просто, как их сделать, как и вообще подобрать, какие нужны песни сейчас. Ну, сейчас время такое, пандемия, и мир как бы такой, как у меня была песня «Мир непрост». Мы об этом поговорим еще, чуть-чуть позже. Ну, смотри, что-то хочется петь о сегодняшнем времени. Вот что-то вот тема такая. Но как бы по мелодиям, ну кто его знает, знаешь, когда люди переживали твои какие-то старые песни «Я боль твою возьму», вот я говорил, там еще какие-то. Потом думаю, слушай, а как я эту песню написал? Не помню. Да. И потом приходят мысли, думаешь, ну, слушай, ну, надо же как-то не облажаться, чтобы то, что ты делаешь сейчас, не было хуже, чем тогда. Сто процентов. Понимаешь? Ну, с другой стороны, ну, то есть анализировать у каждого человека, как бы, мне кажется, ну, меняются все равно что-то вот там. Первый альбом такой, второй такой, третий вообще в другую чуть-чуть сторону, потом бах, потом это электроника, потом приходит, потом какие-то такие, знаешь, кризис среднего возраста. Ну, в твоем, ты сначала был как музыкант, наверное, одного инструмента, потом мультимузыкант, потом и автор. Ну, я играю на клавишах и на гитарах. Я же не на флейте, на факсофоне и на скрипке не играю. Поэтому это очень на трубе не играет. То есть, если мне нужно, я приглашаю людей. То есть, если мне нужен трубач из живой, я пригласил. Если мне нужно, там, на Хамонт, там, Арнольд сыграет, там, бит-3, там, какой-то такой гаспел или джазовые какие-то моменты, которые я не могу. Я с удовольствием приглашаю друзей. То есть, я могу сыграть на гитаре, на электрогитаре, или на бас-гитаре, или на барабанах, или спеть вот так вот как-то. Могу, то, что могу делать. Не могу, я приглашаю. Ну, а сейчас ты больше, наверное, продюсер последние 10 лет? Ну, продюсер для других людей, потому что я год проработал в Нэшвилле в компании американской, как продюсер. Я делал для других людей, делал музыку каким-то, там, пытался, или там, рекламы, фильмы, что-то такое вот. Ну, пытался, потому что ты как сдаешь материал этот, ты не знаешь, куда он пойдет. Поэтому у меня был такой прошлогодний экспириенс, который я собой вообще не занимался, своей музыкой. Просто мне приходят письма, иногда люди пишут и говорят, Сергей, а вы умерли, или на пенсию шли, или где вы, где-то, где-то. Я говорю, вот хорошо бы сюда, вот где мы сейчас, в этом прекрасном месте у нашего друга Юры, снимаем эту вот передачу. И вот хорошо бы было так вот где-то выйти, там, коник, коровка, там, яйца пошел, там, свежие, там, взять утром, там, курочка, раз так, органик. Чем можно удивить Сергея Бриксу в музыкальном мире? Что такого должно произойти? Опять же, вкусом, Алла, только вкусом. Красивой песней, красивой мелодией, понимаешь? Для меня сегодня, знаешь, я тебе скажу секрет. Вот, минимализм. Вот если песня звучит под гитару или под пиано, все, ты меня убил. Или убила. Интересно. Вот, серьезно, мне ничего не нужно. Никогда бы я о тебе такого не подумала. Ну, вот, серьезно, вот надоели вот эти шарики воздушные, все такое напычно, куча сэмплов, звуков. Я сейчас сижу, и мне не нравится, почему, Алла, я тебе скажу. Потому что ту мач, там, это, это, думаю, все, это надо все выкинуть, и вот так сесть с гитарой, и так вот как-то, чтобы... Знаешь, как очень трудно записать минимализм, чтобы он звучал так жирно, хорошо? Ну, минимально, там, пиано, ну, может, какой-то один, второй инструмент, там, какой-то дзинь, какой-то такой, что-то пуп, что-то такое. Ну, знаешь, хочется сделать продукт качественный, чтобы он был минималистически красивый и с хорошим вкусом. Опять же, вкус. Вкус, только вкус меня убивает. Песня, какое-то построение гармонии. Не заранее продуманное решение, когда ты уже знаешь наперед. Там уже думаешь, ну, сейчас будет точно... То есть, нет эффект неожиданности. После ре минора соль мажор. Эффект неожиданности, да? А то думаешь, ну, сейчас припев на фа пойдет. Бах, пошли на фа, все. У меня тоже... Ты слушаешь музыку в машине? Постоянно. Один мой друг, я не буду говорить, кто он, сказал, говорит, я вообще музыку не слушаю. Я тоже музыку не слушаю в машине. Ну, нет, я слушаю в машине музыку, потому что, если ты едешь на передачу три часа с Портленда в Фиэтл, тебе нужно что-то послушать. Не, ну, я люблю музыку в машине слушать. Но я без этого... Хотя, Алла, сто процентов, я с тобой согласен, бывают дни, когда ты просто хочешь в тишине побыть. Просто. Ну, я, мне кажется, я столько музыки слушаю, вот много, разной. Вот. Да, я слушаю музыку. А есть что-то такое, чего бы ты вот хотел бы добиться какого-то момента в своей творческой жизни, даже зная наперед, что этого, скорее всего, может не произойти? Ну, ты закинула вопрос. Нет, ну, это такие, наверное, очень заоблачные мечты, может быть. Ты знаешь, есть такое выражение «спокойная, обеспеченная старость». Ты что, на пенсии собрался? Чего не рано? Алла, вопрос вообще сложный, конечно, потому что, я думаю, ну, как-то, знаешь, вот успех, да, вот успешный постоянство. Успех не просто финансовый, а вот как-то нужный людям я хочу быть всегда. Не хочу остаться ненужным людям, нужным детям, нужной семье, жене. Тут не только музыка, тут как-то вот... Потому что, знаешь, я знаю, музыканты творческие. Это творчество. Это сумасшедшие люди, это crazy people, понимаешь? И им, понимаешь, как вот сойти просто так, это, знаешь, ты же знаешь, как это трудно просто. Не просто даже, хотя я понимаю, что молодежь уже, надо им помогать. Уже как-то надо быть продюсером, там, делать аранжировки для кого-то, помогать каким-то молодым, выискивать каких-то талантливых людей, вкладывать в них, передавать вот этот багаж, который Бог тебе дал, то есть другим людям, понимаешь? Ну, естественно, как-то я не знаю, как-то вот... Хотя я уже так успокаиваюсь, успокаиваюсь. Я вот хочется как бы даже... Вот почему мне очень трудно сейчас писать альбом. Последний альбом в семнадцатом году. Сейчас это получается уже... Четыре года. Да, четыре года прошло там, да. То есть четыре года прошло с момента твоей такой последней творческой... Ну, ничего не было, да, ничего. Не рожал Бриксов, понимаешь? А тут получается... А как сейчас вообще проходит вот этот момент твоей работы во время пандемии? Сложно. Оно как бы, с одной стороны, как бы, ну, есть время, да. Вот можно, я сейчас вот как бы в Орегоне, сейчас я вернулся, потому что моя семья пока в Орегоне, я просто там работал, и поэтому так перелеты были туда-сюда, туда-сюда. Но вот сейчас я работаю над альбомом, ну, сложно. Могу сказать, что сложно. В чем сложность? Сложность, знаешь, чего? Во-первых, с текстами проблемы. Тексты я как-то хочется... По-русски? По-русски, да. Так я могу тебе помочь. Ну, вот надо, вот, ну, так а что ты, ну, все? Ну, что ты не берешь? Нет, ну, на самом деле... Я тебе серьезно говорю, могу помочь, если надо. Хочется как-то... Я на тексты очень мало обращал внимания. Все время музыкант, какие-то тексты подбили, подбили, и как бы вот все так нормально. А сейчас я хочу, чтобы вот как-то... Вот я покаялся, серьезно. Я как-то на тексты, честно сказать, а потом я Высоцкого послушаю, у него там практически вообще никакой музыки нет. Глубокий смысл. Да. В песне, в текстах. Горы, горы, какая там песня? Выше гор могут быть, только горы. Вот посмотришь на эти горы. И я начал... Брикса, подожди, так ты музыкант? Ты же, когда поешь песню, ты же не просто проповедуешь там вот просто музыку, но текст. И я начал обращать внимание на текст и понял, что у меня слабое место в текстах. Не просто, понимаешь? Тексты, ты же не просто... Ты же должна поэт, поэзия какая-то будет. У нас не просто подбить рифму Отца, Христа, Словца. Да, об одном можно сказать с этой стороны. А, А, У, 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 О, 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 О. Все, песня готова, Брикса, иди записывай. Но она как бы такая вот, как типа вот это, знаешь, детки там песочек сыпят. Но это пазл. Для меня это пазл. Иногда это очень сложный пазл. Какая-то поэзия. Должно что-то как-то быть... Как бы, ну, не знаю, посмотри на небеса и увидишь ты Христа, знаешь. Ну, как бы так чуть-чуть... Как бы так можно. Хотя у меня была песня «Вифлемская звезда». Одна из моих самых таких популярных песен, где я там клип снимал. Еще когда в 93-м году в Ялте мы снимали клип на Ютьюбе есть. «Подними свои глаза, посмотри на небеса, Бог с тобой и со мной, Сын Отец и Дух Святой». Вот как все просто. Ну, и с другой стороны, такие простые тексты, они очень часто и становятся хитами, потому что они, во-первых, быстро запомнились. Ну, если брать, наверное, если... Особенно мелодия. И люди хотят перепевать. А считаешь ли ты, что дьявол объявил все-таки войну христианам, музыкантам? Если да, то как... Только он сам был музыкант. То как ты с этим моментом... Смотри, вообще музыка... Почему дьявол бьет на музыку? Потому что... Вот почему проблема была, что в наших церквях это была большая проблема. На музыку давили, не давали. Там мне друзья рассказывали, мы там принесли гитары, там нас выкинули, там не дали играть, не дали это, не дали творчество. Ну, то, что там на творчество ставит дьявол. Почему он столько умов, умов, да, увел к себе, люди душу дьявола продали? Потому что музыка, она вечная. Мы когда придем на небо, там проповедовать люди не будут. И там не будут молиться, там будет музыка, прославление. Потому что музыка этих 7 нот Господь создал, это шикарно, это вообще, это мега. Это такая сила. И знаешь, музыка может... Саул, помнишь? Давид играет, дух уходит в злой. Понимаешь, музыка делает, исцеляет людей. Я всегда тоже мечтал, когда я там говорил, там, говорю, Господи, дай мне, чтобы на концертах, когда я пел, играл так на гитаре, раз, аккорд, и бесы вышли там. Вот у меня такая была мечта. Может быть, когда какие-то были варианты, но я видел, что люди переживали. Вот мы бы делали туры по Украине, такие большие. Сейчас уже немножко это все, Крусейды делали по целому месяцу. И мы помним, переживания были. Потому что я всегда на концерте использую какую-то, такой минут 15 прославления, когда люди не просто слушают песни или мое свидетельство, а когда мы начинаем вместе петь. Мы так вот, знаешь, совокупляемся вместе с ними, и как это одно становится. И они уже сами не замечают, что они на сцене, а я там. Мы уже как бы, вот такая идет. И они поют, и там слова, я уже там микрофон, и уже музыканты не играют, они поют, и такое, знаешь, прославление идет общее. И я думаю, что Бог действовал в те времена. Были какие-то вот хорошие, наверное, варианты и покаяния, и, может быть, там исцеления были. Я не знаю. Как в обычной жизни вообще, ты думаешь, можно бороться с этим, с вот этой войной, вот которая против музыкантов? Ну, сейчас уже стало легче. Сегодня в церквях происходят большие конференции, и так пришел, допустим, церковь, там истина, допустим, да, в Ванкувере. Там такой 30, наш общий друг Василий поставил 40 киловатт аппаратуры, такой свет, и думаешь, слушай, лет 15, 20, 25 назад это самое, такого не было. А сейчас такие ребята с гипсонами выходят, короче, и такая аппаратура, так не понял, где ты, на концерт попал там, кому-то там, ну, не знаю, сейчас все поменялось. Сейчас оно уже, слава Богу, стало лучше, потому что люди стали относиться, понимать, что такое прославление, потому что написано «входите во врата со словословия». То есть, что музыка, она нормальная, это ничего плохого нет. Ну, хотя есть люди, очень много поменялось. Нам немножко труднее было. Мы-то были, я не знаю, ты из верующей семьи, да? Да. Ты из верующей семьи, нет, я покаялся от начала 90-х, как раз, это было очень трудно пробить эту систему, потому что мы как первопроходцы там, о, что это за музыка, что это за такое там, мало того, что вид твой там, кеды там, очки там, бородка там, шляпа там, что-то, а тут еще и гитары какие-то там, а еще если ножкой притупнул там, и головкой там, то сейчас намного легче, сейчас намного легче. Сейчас уже приходишь в собрание, тут бах, уже смотришь прославление, экраны такие висят здоровые, там слова, так все уже мега, ты уже стоишь сам, думаешь, о, мама, дай мне. По твоему мнению, какой должен быть идеальный творческий продукт? По мнению маэстро Бриксы? Он должен быть... Ну качественный, я думаю, самое главное для меня, ну, ну сейчас, в принципе, с качеством бороться, это, сейчас у каждого компьютер, у каждого карточки, типа шел, сейчас вот, карточка нормальная, это вот Apollo, да, вот карточка Universal, Салардио, оно стоит 900 долларов, и компьютер, там, купил Logic, загнал за 200 долларов, ну компьютер, все, ты уже можешь, там, микрофон купил, там, дома, можно писаться, сейчас люди уже не делают, раньше же эти пульты по 300 тысяч долларов, SSL, там, милые, сейчас эти продают, хотят избавиться, и я могу прийти, записаться, вот, допустим, приехать сюда, вот, на эту территорию, взять, открыть компьютер, карточку, одеть наушники, поставить маленькую клавишку, и через месяц альбом тебе выдам, хороший, потому что сейчас уже качество, ну, мне кажется, ты знаешь, Алла, хороший вопрос, качество, наверное, продукта, качество вот этого вот внутреннего, о чем ты переживаешь, чтобы это не было просто конъюнктура такого, вот, если мы верующие, значит, мы должны вот так, ну, что-то немножко поменять, поменять как-то вот, потому что, чтобы твой продукт могли послушать неверующие люди, согласна с этим? Я согласна, да, сегодня читаю, и один человек оставил комментарий на песню моих студентов, и написал, скажите, передайте вашему звукорежиссеру, что, чтобы он не делал такой сильный автотюн на голоса, это очень слышно, по-хорошему. Да, но это детки, если детки там где-то, очень трудно же детей, знаешь, когда дети поют, это трудно, поэтому без этого никак. Я тоже свой голос равняю, смотри, я прихожу в студию, и смотри, какой прикол, хочется быстро спеть, музыка работала там 2-3 дня, а потом пришел, микрофон поставил, ля-ля-ля-ля, равняй. Слушай, Брикса, ты можешь как-то поработать с вокалом? Нема часу, ну хочется все быстро делать, и поэтому из-за этого... Да, но у тебя же еще много других таск. Ну, потянуть все равно надо, ты все равно один в один не попадешь, там, где-то как, есть люди там идеально, может быть, поют, но я тоже отдаю на editing свой вокал, где там, где, там, что-то жуал, там, слюни, все же надо порезать, это работа, это очень кропотливая работа. Ну, естественно, когда там сильно слышно, что ты там автотюн, ну тогда уже do you believe? Как уже do you believe? Ну да, бывает и так поравняют. Ну, а бывает и такой эффект, согласись, специально. Ну, бывает эффект, но так нет, так этот эффект до сих пор остался, автотюн этот эффект, он до сих пор остался модным. Я иногда слушаю, просто специально, особенно черные любят вот это R&B music, вот это вот soul, они очень сильно вот используют. Бывает вот тупо, вот идет всю песню, и все, прямо вью. А он даже и не стесняется, когда, слушай, каменный век, шер пела там, там когда-то там 20 лет назад, это кто как хочет, сейчас вообще, такое качество, сейчас вообще очень модно в моде лоу-фай, раньше хай-фай. Лоу-фай, это такая гитарка, чтобы звучала акустика, вот она звучит, а ее убивают частоты, она такая становится, как будто за 2 рубля гитара ленинградская. Задавленная, да? Задавленная, и такая специально, такая чуть-чуть глухая, и такая чуть-чуть, даже с какими-то погрешностями, и это сейчас модно. Ты послушай, это Билли Айлэш, или какие-то вот модные, какие-то новые вот грузы, иногда удивляют, думают, слушай, что за гитара, что они не могли дымать, сейчас, короче, специально, это лоу-фай называется. Интересно. Это лоу-фай. Хай-фай, это когда все так цыкает, все такое, знаешь, саунд такой яркий, криспи, он так тебе лезет, а здесь наоборот, все такое, знаешь. Ну, кроме голоса, наверное. Голос они оставляют, естественно, стандартным, чтобы были, допустим, с S там, диэсер, чтобы работал хорошо, чтобы что-то работало. А что касается музыки, ну, извращаются, как хотят. Сейчас уже, честно сказать, даже, и таковой моды нету. Ты тут, я не знаю, я вот серьезно, я вот иногда слушаю, удивляю, как так гитара звучит, как-то акустика, как будто они ее писали там, или где-то нашли там, и где-то она такая, тхрин-тхрин такая. Ну, вот видишь, модно. Сереж, что влияет на твою творческую работоспособность? Честно, жена. Муза моя. Вот жена моя муза. Ты знаешь, семья, Алла, я тебе скажу, когда все хорошо дома, когда детки не болеют, когда жена не болеет, когда родственники, ну, как-то вот, когда вот такое хорошее, теплое, какие-то дома отношения, и тогда оно, как бы, творчество тогда, как будто, знаешь, от жены почему зависит? Вот когда вот жене хорошо и тебе хорошо, когда жена в тонусе, так она, знаешь, как-то, ну, когда видно, что она переживает или плачет, что-то там, проплакивает детей, за что какие-то вещи переживает, вот это, никакого твоего. Я иногда закидываю, я же тебе говорю, у меня иногда вот это, просто ненавижу музыку и все, просто иногда. Даже такие моменты бывают? Просто моменты такие бывают, не хочу ни музыку, ни делать ничего, ничего там, дайте я там поеду на траке где-нибудь. А без чего бы ты не смог творить? Ну, ну, смотри, Бог есть Творец, Он дает нам, как бы утром ты просыпаешься, и вот если ты уже проснулся, ты открыл глаза, и ты говоришь, Господь, вот, я открыл глаза сегодня утром, слава тебе, вот. Естественно, что в этом замешан Божий такой, какой-то промысел. Ну, ты знаешь, сегодня, наверное, вещи, которые, если взять, вот это все, что вокруг нас, я даже не знаю, как это по-русски сказать, компьютеры, гитары, шнуры, микрофоны, все, что касается вот этого, сегодня это всего навалом. Я почему сказал, что сегодня иногда, я вот, так вот мне нравится, такой минимализм, песня идет, пианино и голос, и больше ничего нет. Это какая-то красивая баллада, ты сидишь так, слушаешь, или там скрипки, какая скрипочка там, где-то аккуратненькая, гитарка там. Вот этого всего хватает, вот то, что я сказал, вот вокруг нас это вот, а чего не хватает, наверное, ну ты бы и без чего не смог творить. Я даже не знаю. Ну смотри, у меня все есть вокруг, да, смотри, 10 гитар, ну то есть, они там валяются везде по разным углам. Куда не посмотришь, гитарка, ну ладно, без чего не мог бы творить? Ну да, интересный вопрос. Без жизни, потому что жизнь, это и есть творение. Мне кажется, ты уже, наверное, частично ответил на этот вопрос, когда ты сказал, что хочешь быть нужным людям, но, наверное, без людей, которым ты нужен, и которые ждут от тебя. Вот почему они тебе пишут, ты что, умер? Да, ну, видишь, Алла, интересный ты в момент, то есть, вопрос такой задал, но я тебе скажу, в последнее время я становлюсь все более и более еще больше эгоистом в этом плане. Я тебе скажу, почему. Потому что я хочу, чтобы мне нравилось, потому что, смотри, очень трудно угодить людям. Вот, допустим, выходит альбом, 10 песен, ты так думаешь, ну, вот эта песня, вот эта клевая, а тут бах, кто-то говорит, а мне вот эта нравится, а вот эта не нравится. Оба, ничего себе, а эта нравится, а эта не нравится. И думаешь, слушай, да пошли вы лесом, понимаешь, ну, как бы, ну, я грубо, грубо так с такой, знаешь, я не знаю, что людям надо. Один там приходит, говорит, слушай, ну, это когда... Сколько людей, столько и мне. Да, Алла, когда диски продавали, сейчас же уже, ну, в церквях это все. Я помню, что ты музыку пишешь какую-то не такую? Я говорю, а какую? Да ты такую сделаешь, чтобы в диске продавать в церквях. Я говорю, не думаю, слушай, ну, задушить хочется такого человека, понимаешь? Это он меня склоняет к греху, чтобы я сделал такой альбом, чтобы вот угодить, вот, чтобы дисков продать. Так не дисков. Один вообще прямой говорит, а ты вот альбом записываешь, говорит, на то самое, вот, если записать альбом, ну, сколько можно дисков продать? Я говорю, так тебе тогда его не надо. То есть с бизнесом, со стороны бизнеса подходит, Ну, Алла, ну, поверь, ну, неужели я или ты мы с тобой делаем музыку, чтобы диски продать? Ну, нет, конечно. Конечно, эти диски помогали, в свое время помогают, да, слава богу, но... Мне кажется, сейчас вообще... Так сейчас же их не продаешь. Нет, это не актуально. А так машины выпускают новые, ну, если ты машину покупаешь, там же некуда даже вставить этот диск, куда ты его вставишь? Понимаешь, я помню в Германии бабушка купила, а пришла к кассету, покупает, дает 15, а я ей кассету даю. Я говорю, бабушка, так под... Или диск там, типа она 15 марок положила. Не, мне ничего не надо. Я говорю, бабушка, как вы же 15 долларов марок этих дали, марок, это в те времена еще. А она говорит, я говорю, возьмите диск или кассету. Она говорит, так мне некуда вставлять. Ты тогда уже поняла, что она говорила, что мне некуда вставлять. Сейчас все на интернете. Все на интернете. Сколько больше всего у тебя было песен в одновременной работе? Ну, я имею в виду, как и продюсерских проектов, ну, не то, что песен, наверное, проектов. Ну, приблизительно так. Ну, насколько хватает твоих... Ну, допустим, в прошлом году я сделал альбом одному парню, да, мы так работали плотно, долго. И плюс я занимался работой по работе вот своей, вот этой, вот как продюсер, вот это, паблишинг, рекорд комп, компания, которая мне давали, которая я должен сдавать работу на каждый месяц, то я как-то так был в основном загружен там конкретно. то есть как бы оно так... Почему я спрашиваю? Потому что, ну, я тоже работаю с разными людьми и мне очень тяжело уже 3-4-5 проектов одновременных, это уже очень тяжело и продюсировать, и смотреть за всеми деталями. Мне просто интересно, это мне так только или вообще тенденция такая? Ну, вообще сложно. Просто видишь, как по времени, я думаю, наверное, у меня еще пока, я еще пока на таком уровне, что, смотри, ведь у меня, смотри, ко мне можно спокойно позвонить напрямую и поговорить со мной, но смотри, вот у этих у всех крутаков, ты же к ним не позвонишь, ты же надо же там писать менеджеру какому-то, там, какому-то Джону такому-то, чтобы там Джон там заказал или спросил у тебя там, и скейджил, и ты там встаешь, а тебе твой секретарь говорит, там, Алла, сегодня у вас интервью с Сергеем Брюсом. Ну да. В шесть часов по адресу такому. Ну да, это пока еще не про нас. Сами, да, менеджеры с Сибирием. Поэтому, 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 а, поэтому, еще не на таком, не то, что на таком каком-то уровне, нормальный уровень у нас, тут как бы мы, не то, что там себя там где-то унижаем, там, или там занижаем, но просто оно так работает. Ну, то есть мы доступны. Я тебе одну вещь хочу сказать, Алла, я поработал год с американцами, вот, больше вот в этой области, я говорю, музыкальной. Угу. Алла, совершенно все по-другому. Ты там, ну, понимаешь, когда попадаешь, где работают профессионалы, у них да-да, нет-нет, у них четко-четко, вот так, вот так ты должен, это-это. У нас очень много рассюсюкивания, какого-то такого понебратства, такого-то вот, какого-то такого вот. А на самом деле сложно, и там сложно, там надо, ой, а я лентяй? А там надо встать в 8 утра уже отправить, а я спать хочу, а мне там это, понимаешь, вот единственное, что оно тебя заставляет, ты просто такой вот, просто думаешь, блин, так это вообще невозможно работать. Тут можно шалтай-болтай, тут, знаешь, у нас вот так. Ну да, мы хотим, делаем сами себе, да. У нас можно как хочешь, так, и так, и так. А все-таки вот это тоже требует постоянства. Я даже думаю, наверное, вот мой друг американец, он сказал, говорит, Брикса, бей в одну точку, если ты хочешь чего-то добиться, будь постоянен, постоянен в чем-то. Вот ты хочешь быть продюсером или сонгвайтером, забудь про все. И говорит, даже про свою музыку забудь. Я говорю, как? И про свой альбом. Я знаю, что у тебя их там сколько-то, 10, 12, или сколько, 13 альбомов. Люди хотят. А ты бей в одну точку. И сейчас получается, когда я все равно нашел какую-то лозерию. Так я, во-первых, не знаю, когда я буду, закончу свой альбом. Летом, наверное, пообещал людям, сказал, что летом закончу альбом. В общем, ты не можешь закончить альбом, потому что ты все еще продолжаешь бить в одну точку. В другом направлении чуть-чуть, да? Это в принципе нормально. Ты же сама говоришь, у тебя там 5-6 проектов. А ты же не можешь бросить то. Потому что, смотри, тут же как бы, ты же хочешь своим делом заниматься. Это же не то, что ты, допустим, делаешь какой-то проект, а потом совершенно другую работу делаешь. Но ты же в общем делаешь эту работу, музыку. То у меня какая разница. Или встать, если мне нужно какие-то, несколько пиано сочинить вещей, и я такое, какое-то ловлю вдохновение, ложу руки, ах, не пошло. Следующее утро там пришел, там где-то такое, пианинка, ямашка маленькая, электронная такая стоит. Хороший рояль там звучит. Я так раз руки положил, о, о, пошло, 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 пошло. Ох, телефончик быстро, раз, записал, ох, хорошо, все, отослал. Ну как, отлично, все, работай, все, тут уже приезжаю в студию, открываю компьютер, сэмплер, нахожу какой-то там из контакта пиано какое-то хорошее, более-менее, и уже начинаю там что-то, раз, ах, чуть-чуть там, там добавил какой-то, какой-то, такое, о, отправил, хорошо. Маленькую деталь кому отослал? А маленькие деталька, да. А вот, кстати, хочу тебе сказать, Алла, вот согласись, что из маленьких деталей составляет все. Большой пазл. Вот сто процентов. Я еще так думаю, вот слушаешь иногда в наушниках фирму какую-нибудь, думаешь, ну там что-то, там, вау, я этого не замечал, раз такое, а потом это мелочь, это мелочь, убери эти мелочи, и ты вот, как бывает слушаешь, ну вот бит идет, думаешь там, Майкл Джексон, ну что ты больше, ну да, а там же что-то, там что-то, ну подожди, отмотал, а там что-то такое, в лему мухи, ну подожди, я этого не слышал. А кстати, ты за телефон сейчас заговорил, я помню, когда мы сидели у Виталика Лукьянова, и... Это студия, это не телефон. Вот, вот слушай, поверь, я сегодня хотела об этом спросить, потому что это был такой яркий момент тогда, когда ты говоришь, слушай, что-то с телефоном моим стало, я уже не помню сейчас точно, но ты сказал так, что в телефоне моем там все, и телефон не жалко, ничего не жалко, жалко все то, что было в телефоне, в рекордере, в рекордере, в... Да, в Memo Voice. Да, у меня вопрос, сколько у тебя там записей сейчас, на данный момент? Я не знаю, но вот если бы я просто взял бы... Смотри, я когда кому-нибудь показываю, и я, знаешь, это вот слайд, это дело, оно бежит, бежит, там, и так, и это что еще? Нет, это слушай, смотри, я такой, и уже минута прошла, а у меня все, оно там тысяча, потому что смотри, какие обороты, я иду по городу, и меня так раз... И бегом включаешь рекордер. А потом бах, и забыл, потом три дня назад, что такое было, иду, какой-то шум. Да, мне это очень знакомо. И уже песня пошла, понимаешь? Так что, по-разному. Ну, ты уже немножко сказала, я хотела спросить о работе на расстоянии, но ты уже немного затронул, да, когда вот ты отсылаешь, кто-то принимает, то есть работа на расстоянии с тобой совершенно реальна, да? Да, это называется remote, по-английски люди, хотя я не люблю свою музыку делать так, потому что у меня были такой экспириенс, когда я отсылаю кому-то, и, допустим, присылает, а мне это не нравится, и ты начинаешь ему notes, такие писать там. Это тише, это громче, тут ревера больше, тут надо низких убрать, тут бубнит, понимаешь? Ну, да, видишь, наверное, с этой пандемией, наверное, оно все так и получилось, все там, зум, на зуме, ремонт, это все это вот на отдаленке работает, но это не то, это не то, это не то, все равно хочется видеть глаза артиста, чувствовать человека, знаешь, вот песню, вот, допустим, мы когда-нибудь с тобой песню напишем, да? Придем, вот нам нужно место, вот приедем сюда к Юре, допустим, на этой плантации классной, на Фазенде, я возьму гитару, мы сядем и начнем что-то с тобой, вот там, музыцировать, это классно, ты чувствуешь человека рядом, ты сонграйтер, я сонграйтер, и мы такие, ты говоришь, Брикса, вот давай межмажор, минор, вот я раз так минор, вот и все, это классно. Ну, поэтому к тебе домой приезжают музыканты, которых ты продюсируешь, и вот иногда вы вот так и делаете какие-то проекты, в течение там недели или какого-то времени. Да, да, может быть, люди приезжают, да, как бы, оно хорошо, когда, а некоторые люди просто хотят, присылают песню, просто говорят, ну, что ты думаешь? Ну, очень часто бывает такое, что вот именно сейчас, именно ремоут, на отдаленке, просто прислали песню, я хочу, чтобы больше гитар были, или акустики больше, или пианино вот это вот, или тут так сделай. Недавно я делал моему другу проект, то есть у него уже были фонограммы эти, но он хотел переделать это все. И я говорю, ну, а как ты хочешь? Ну, он говорит, ну, ты же на гитарах играешь. Я говорю, да, ну, давай это сделаем. Я говорю, ну, хорошо, тогда доверься мне, давай сделаем больше вот гитарки, чтобы left, right, какая-то нелоночка, где-то такой барабанчик, аккуратненький, но чтобы все это на гитарках было, потому что все программировано на клавишах. Сейчас же любой звук, даже и гитарный, ты на клавишах можешь найти, но, в случае, живой инструмент ничем не заменишь. Сто процентов. Я помню, когда момент, когда вышла твоя песня «Мир непрост», и она меня просто, я ее слушала неделю, не выключала. Мне нравилось все, мне нравился бит, мне нравилось, что там ничего лишнего, по моему мнению, на тот момент было, ну, как бы и сейчас я тоже так считаю. Мне нравился клип, мне нравился этот белый фон, то есть там просто... За три часа мы сняли клип. Я хочу спросить, расскажи, пожалуйста, во-первых, как она была написана, во-вторых, если это был постановочный клип, и у тебя там снимались постановочные музыканты, или те люди, которые реально у тебя проиграли партии, и как вообще все это было? я тебе расскажу прикол. Мы снимали этот клип здесь, помог мне друг Андрей Балун, мой друг очень хороший, он помог клип этот снять, мы сняли у него в офисе, натянули бумагу, но пришел... Это бумага была? Это бумагу натянули в офисе, это самое, убрали там столы, диваны, и поставили свет, но американец приехал с камерой Red, Red, это такая крутая какая-то камера, но смотрите, в клипе, естественно, я жену заставил, чтобы она банджи взяла, ну, а та же сеструн на банджи, а Ира моя играет на гитаре, ну, как играет, вот так вот, играет на гитаре, то есть аккордочи знает, ну, просто аккорды там может играть, банджи шестеструнный, у него такой же шестеструнный, такой же строй, сын мой на барабанах играл, он играл там, помогал сбивки эти играть в студии, а на бас-гитаре снялся сын его, то есть, а эти актеры на самом деле тоже пришли, они пришли, актеры, девочка, которая там еле уломали ее там, написать, дедушка там, как будто все думали, это не твой папа, там на Горбачева похож, там в кресле, кстати, Библию открыл, там сидел, вот мы там буквально половина часа клип был готов, там как бы, я хотел именно там черно-белый клип, на белом фоне как-то вот, ну, как-то все быстро произошло, но слова именно в музыке написала вот именно моя жена, там Андрей помог что-то, когда вот мир, фраза была такая, как бы вот мир не просто. Что было написано к этим словам самым первым, то есть, бывает такой момент, когда приходит первая фраза, та-та-та, например, в этой песне, или припев, или там куплет, или что-то первое, я не помню, но я помню, я помню, что у меня всегда так получается в жизни, что у меня какая-то, вот смотри, я тексты не пишу, у меня есть только идеи, там, я буду славить Господа Христа, допустим, или там какая-то песня, в любой песне мои фразы какие-то есть, идеи, я никогда не могу закончить этот текст, потом, и вот почему меня иногда друзья не любят, они говорят, Брикса, ты нет, чтоб дал бы, вот я сам бы подумал, а то ты закинешь одну строчку, и нам расклебывайся с этими строчками, вот так, наверное, вышло, и я не знаю, с этой песней, там где-то мир непрост, как-то. Задает тебе он вопрос? Ну да, ну вот это, нет, нет, задает вопрос, это уже не ко мне, это уже, там, как бы, это уже другие люди делали, это уже там Ирина моя, там еще кто-то, там бывало, вот песня на украинском языке, Залыши Мини Тилькин Эмба. оборот вообще очень классный, мир непрост задает тебе, вообще, вот мне поэтически очень сильно, это зашло. Ну да, смотри, смысл там чего, что он задает вопрос, кто ты в этом мире, то есть как бы там, как актеры на экранах, в образе, в кого ты живешь, ты должен быть самим собой в этом мире, да, но в какую ты маску одеваешься сегодня, кто ты в этом мире, ты правдивый человек, ты, если это ты, или ты приходишь в церковь, там маску одеваешь, уходишь, снимаешь маску, ну и припевет там, ну ты не одинок, у-у-у-у, и детки любят эту песню. Да, Ира там подпевала, Ира подпевала, там, ну еле ее заставила в этом клипе сняться, она говорит, Зая, никогда не бери меня больше, я не хочу там, на банже, ну я говорю, ну Ира, ну ты моя жена, ну и что, ну это клип, ну и что, ну так, ну. Что для тебя более важно, чтобы твои песни слушали, или чтобы твои песни перепевали? А ты знаешь, ну вот приятно, когда, вот песни, я вот помню, песня, да, никогда не мог подумать, что хор споет песню, никто не знает, никто не знает, вот из этого альбома, где мир непрост, никто не знает, песня называется, никто не знает, когда Господь ходит на землю, и та-та-та-та-та-та, и прикинь, в Массачусетсе, Массачусетсе, как правильно, Массачусетсе, ну ладно, у меня не получится, наверное, Алла, хор поет песню, я такой, я вообще в шоке был, ну прикинь. Где-то увидел, кто-то прислал? Не, ну мне прислали, да, мне прислали там украинская церковь, и поют песню, и потом, когда я попал туда, на свадьбу попал, там дело в том, что возле Бостона мой брат жил, и я попал в эту церковь, и пришел этот регент, и говорит, где твой Брикса? А, вот он, так, ну, поздороваться, ну типа, вот, о том, я говорю, а как вы, как вы? Ну, говорят, что, принесли песню, ну естественно, наверное, когда там послушали барабаны, и я говорю, так чья это идея была? Чтобы хором, Они спели, просто идет ми, и да-та-та-та-та-да-да, никто не знает когда, ну они, конечно, чуть-чуть медленнее сделали, Господь придет на землю, и все увидят тогда грядущего мессию. Я такой сижу, ну слушай, это моя песня, а поет хор, я просто обалдел. Оно приятно, приятно. Слушают, конечно, как ты говоришь, это тоже приятно, но когда поют твои песни, это еще приятнее может. То есть, выше пилотаж, да? Она живет еще больше, потому что, когда песню слушают, ну понятно, но когда твою песню поют, вот недавно мне мой друг прислал тоже, слышал ли ты, девочка поет какая-то, девочка поет, маленькая девочка поет, слышал ли ты, приятно, все приятно, Аллочка, все хорошее, все приятно. Давай от песен к исполнению на концертах, насколько сложно для тебя организовать концерт, и без кого, или без чего бы это невозможно было бы, наверное, команда, да, может быть, ну... Саунд-инженер, number one. Ты знаешь, что звукорежиссер, это второй человек в церкви. Я знаю. После пастыря. Я знаю, но не все об этом знают. Хочу вам всем сказать, первый пастырь, а второй звукорежиссер, он может и микрофончик так убрать. Понимаешь? Да, я, допустим, ехал, Виталий Белоножко, мой друг, который звукорежиссер, но у нас так звучала, пластинка, там люди приходили, перед нами Лайма Вайкули была, я не помню, в каком городе, на 9 мая был концерт, у нас так звучало. Один пацан подошел, говорит, слушай, Брикса, сначала вы начали играть, я подумал, вы под фанеру чешите. То есть настолько чисто классно, да? Настолько четко, барабаны, качество, все звучит, как пластинка, все это. У нас же диджитал пульт, мы все с собой переводим, мы на инерах, на наушничках, то есть красиво, все четко, уже какой-то, не помню, там 14-12 концерт, все уже настолько, все звучит клево. И вот этот парень, который работал там в этом дворце культуры, нет, во дворце культуры, он тоже, он пришел, говорит, слушайте, ребята, у нас неделю назад Лайма Вайкули был, я вам честно скажу, у нее так мне не звучало. Ну, то есть это был комплимент, не то что мне, а вот именно звукачу, да, человеку, без которого, наверное, ну это номер один. У тебя постоянно звукач на концертах? Ну, сейчас уже сложно, потому что Виталий уже пошел в бизнес, знаешь, люди, семья, там дети, трое детей, знаешь, уже меняются. Но было время, когда было постоянно. Я и сам не помню, когда я уже концерт играл последний, но сейчас же все с этой пандемией все настолько... Ну, вообще технически несложно, я так понимаю, да? Да, наверное, уже появились и другие, я думаю, молодые ребята. Ну, естественно, да, звукорежиссер и, конечно же, команда, так что... Что бы ты организовал вообще по-другому в своем творчестве, если вернуться лет на 10 назад и прожить этих последних, последнюю десятку снова? Именно, наверное, творческая организация, вот это то, что я имею в виду. Ну, во-первых, большая проблема, я хочу сказать, что нам... Проблема в том, что каждый человек сам себе режиссер. Я или там кто-то, я не знаю, другое. Проблема, что нет администратора, нет людей, которые, которые, как бы, хотелось бы, чтобы... Ну, знаешь, ты за все сам переживаешь. Алла, это очень сложно. Ты переживаешь, там во что одеться. Ты переживаешь, там, песня, гитары, струны, все ты переживаешь, свет, ты все переживаешь. То есть, как бы, я думаю, что вот эти люди, которые, ну, как их называют, там, артисты, профессионалы, они об этом не переживают. То есть, наверное, вот, наверное, хотелось бы, если бы я открутил эти все моменты назад, хотелось бы иметь таких вот людей. То есть, помощников, которые бы были... Помощников, да, администраторов, менеджеров, директоров, которые бы занимались тобой, и ты делал только музыку. Но, видишь, из-за того, что ты не можешь всем доверить, поэтому ты занимаешься этим сам, потому что, если ты этим не займешься, а кому-то доверишь, а если этот человек еще безлаберно отнесся, и он бездарь в чем-то, да, то ты завалишь все дело, Господне. Так что, вот так. Скажи, а почему одни песни слушают, а другие нет? Как ты думаешь? Хотят слушать, а другие... А их раздражают звуки, наверное, не слова, а звуки, звуки, а может быть и личность какая-то, потому что очень интересно, я тебе расскажу быстрый момент, меня многие люди не любят, может быть, мой голос не любят и все это, но вот один раз был момент, мне мой друг рассказал, свидетельство, я записал, помнишь, старый альбом гимны, старинный, и вот она зашла в магазин, и идет песня, и она говорит, а кто это поет, кто это поет, а продавец, который, ну, это в магазине, прямо диски продают, книги, он говорит, Брикса, она... Брикса. Я тебе ответил на вопрос, бывает такое, что люди не видят артиста там, или там, или не слышат, не знают, думают, вот вроде ничего, вот там типа, знаешь, у кого-то какие-то предвзятые такие моменты. Ну и на финал спрошу, если бы у тебя была возможность начать все сначала, твою вообще творческую жизнь, как музыканта, начал бы ты с гитариста, так как ты начал, или пошел бы в программисты, ну, потому что программисты, сам понимаешь, да, люди не такие бедные. Бабло побеждает зло, бабло, бабосы они зарабатывают, да. ты знаешь... Но согласись, музыканты не богатые люди, те, которые живут музыкой. Алла, я хочу умереть с гитарой, а не с компьютером. То есть, ты бы ничего не поменял? Ничего бы не поменял, никогда. Кое-что, конечно, я делал по-другому. Есть, что нам поменять. Может быть, это более касаются жизненные моменты твоего характера, твоего какого-то я, твоего иго. В этом плане, да, я хотел бы. А музыка, какая уже есть, такая есть. Так что, извиняйте. Спасибо тебе большое за то, что ты нашел время в своем очень плотном расписании. Живешь, ты не так близко от нас, в Орегоне, в Вашингтоне. Сколько? Три часа тебе было ехать к нам? Три часа, да. Да, спасибо большое, было очень приятно пообщаться. Мы чуть-чуть коснулись с твоей музыкальной кухни. Спасибо, что поделился. Дорогие друзья, спасибо вам, что вы были с нами. И до новых встреч в программе «Музыкальная кухня». Пока. «Музыкальная кухня»